Бессмертная память. Самара отметила День Победы. Полицейские, нашедшие убийц Гошта, получили награды. Полпредпрезидента провел совещание в главке. Три дня без воды. Теплосети в центральных районах проверяют на прочность. 30 тысяч самарцев вышли в День Победы на улице с портретами своих родственников-фронтовиков. Город присоединился к акции «Бессмертный полк». Она прошла в 39 странах мира. Самарская колонна растянулась на несколько километров. «Бессмертный полк» стал финальным аккордом в военном параде на площади Куйбышева. О том, что значит День Победы для ветеранов, репортаж Валерии Макаровой. Свою парадную форму Федор Андреевич Глухих надевает нечасто. Но сегодня как раз такой случай. Ветеран Великой Отечественной войны собирается на парад Победы. Он прошел всю войну от Москвы до Западной Украины. Особенно старшему полковому фельдшеру армии Рокоссовского запомнился 44-й. За весь этот год он не сделал ни одной перевязки. Солдаты умирали еще во время боя. А ребята, а какие были раны, какие были раны, переломы, раны. Я помню одного солдата, рана до кости разошлась вот так. И там черви, опарыши. Парад для Федора Андреевича начинается от площади славы. На машинах времен Второй мировой ветеранов с почетом проводят по улицам Самары. Федор Андреевич признается, фронтовикам такое отношение, конечно, приятно. Солдат и во время Великой Отечественной войны был в очень большом почете, потому что от него в то время зависело очень многое. Ветеранам места на трибунах в первом ряду. С праздником их поздравили первые лица области и города. Он ведь в солдат победы будет жить в веках. Наш святой долг – чтить память погибших, заботиться о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой и самой жизнью. Военный парад этого года по масштабности не уступает прошлому, хотя тот был юбилейный. По площади Куйбышева прошли больше двух тысяч военнослужащих, а также курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН и МВД. И впервые в истории самарских парадов в отдельной колонне шаг чеканили женщины-военнослужащие. Прекрасный пол отлично показал себя и на репетициях, и на параде. После по площади Куйбышева проехала многотонная военная техника – около 70 машин, в том числе танки Т-72 и ракетные комплексы «Искандер-М». В воздушной части праздника участвовали вертолеты Ми-2, Ми-8 и бомбардировщики Су-24М. Трибуны стихли, когда на площадь вышел бессмертный полк. Международную акцию в Самаре поддерживают уже второй год. Спустя 71 год после Великой Поведы площадь Куйбышева приветствует колонну бессмертного полка. Это моя мама. Она была и в Сталинграде, и на Курске освобождала Белоруссию, и блокаду Ленинграда. Мы считаем, что эта память должна жить в поколениях и передаваться. В этом полку все равны. Здесь танкисты, партизаны, медсестры, пилоты и пехота, чьи-то прадеды, бабушки и отцы. А это мой дед, старшина. Закончил войну в Берлине. Ранен был в берлинском метро. Так что бабушка, когда жена была его, смотрела фильм «Освобождение Берлина», всегда плакала, когда показывали там плавающие каски, где утопили всех. Вот он там. В бессмертном полку прошли 30 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кто-то к этой акции готовился основательно, а кто-то вышел на улицу вот с такими домашними фотографиями. Наверное, это тот самый случай, когда репортерскую работу можно и нужно совместить с личным. Мой прадед Федор Васильевич Ходневич прошел всю войну. А вернее, не прошел, а проехал. Он был военным шофером. И на своем газике под обстрелами, под бомбежками доехал до Германии. Он получил медаль за взятие Кёнигсберга, за оборону Москвы, два ордена Красного Знамени. А потом уже дома вспоминать о войне он не любил. Даже после того, как колонна распалась в городе, еще долго можно было увидеть людей с портретами фронтовиков. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, Алексей Золотенков. События. День Победы отмечали и на площади Славы. Там прошел митинг у Вечного Огня, концерт и грандиозное световое шоу. Здание Белого дома превратилось в гигантский экран. Репортаж Алины Чемерис. Он помнит все. Как всем классом прятались от бомбежек, как на его глазах убирали с улиц тела погибших, как мать в голодное время всегда старалась накормить четверых детей. Борис Игнатьевич Чикин в годы войны жил в блокадном Ленинграде. Его вместе с семьей эвакуировали из осажденного города в марте 42-го. Эвакуировались мы, конечно, встретили нас у Ладоги. Гоящим пщами накормили. Потом, знаешь, второе дали. И третье что-то, или сарды, или что-то было. Но мама не дает. Мама говорит, нельзя вам сейчас такие грубые кормы. После торжественного митинга участники праздника возложили цветы к Вечному Огню. Дань памяти победителям отдали губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андреянова, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева. Торжества на Площади Славы продолжились и вечером. Песни военных лет, кадры любимых фильмов. Жители города собрались на праздничный концерт. Это то, что не забудется никогда, только что как раз друзья произнесли фразу «А неплохо мы живем!» Глядя на это все, понимаешь, что люди отдали свою жизнь, защищая нас, защищая будущее своей страны. И у них это получилось. С праздником Победы жителей Самары поздравил губернатор Николай Меркушкин. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня остается для нас главной ценностью. Это источник нашей национальной гордости, духовной стержень нашего народа. Мы собрались сегодня на Площади Славы, чтобы отдать даль глубокое уважение подвигу солдат-победителей и тружеников тыла. Кульминацией праздника стало удивительное световое шоу. Здание областного правительства превратилось в огромный экран. Куйбышев, как запасная столица, здесь показали его историю с первых и до последних дней войны. Завершилось все победным. Ура! В память о погибших на войне сегодня зажглись сотни таких свечей. Люди несут их к вечному огню, чтобы сказать спасибо тем, кто подарил нам светлый праздник Победы. В годы войны на фронт ушли около полумиллиона куйбышевцев. Каждый второй не вернулся. До четырех утра на Площади Славы на установленных экранах изданий правительства транслировали имена героев, чтобы каждого из них в Самаре знали поименно. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Ярким завершением праздничных мероприятий ко Дню Победы стали концерт на площади Куйбышева и салют. Более 50 тысяч самарцев пришли не только послушать песни Победы в исполнении самарских музыкантов, но и полюбоваться масштабным фейерверком. Среди них была и Юлия Черняева. Я верю в душу свою. Известные и незаслуженно забытые песни военных лет, а также современные хиты звучали в День Победы на площади Куйбышева. В этом году концерт получился необычным. Организаторы выбрали новый формат мероприятия. Песни Победы исполняли и молодые самарские музыканты, и настоящие рок-легенды. Песня «Туман» сегодня была таким хедлайном в нашем плейлисте. Это песня про воздушных рабочих войны, про наших летчиков, замечательных ребят, которые и на фронте, и в тылу ковали нашу победу великую. Мы сейчас встречаемся, играем, поем песни, радуемся. Но надо помнить, какой ценой досталась эта радость. Уж слишком шебутные, веселые песни сегодня мы играть не будем, потому что сегодня радость в таком самом светлом понимании, но в то же время День Памяти отчасти. Самарцы подпевали, танцевали и хлопали. Не каждый день можно услышать любимые песни в непривычной рок-обработке, да еще и в сопровождении симфонического оркестра. Праздничное настроение создают любые группы, поэтому это замечательно. Праздник Победы он во всем, и в искусстве, и на поле боя. Низкий поклон тем, кто выжил, и тем, кто погиб, не зная, каким станет небо с 9 мая. Это строчка из песни группы «Серьга». Небо Самары 9 мая 2016 года было безоблачным и мирным, ну а праздничный концерт под названием «Победы. Лица молодые» завершился грандиозным салютом под музыку военных лет. Юлия Чернеева, Артем Сулайманов. События. Полпредпрезидента ПФО Михаил Бабич в Самаре провел совещание с руководством правоохранительных и надзорных органов. На встрече, прошедшей в стенах областного главка, подвели итоги за прошлый год и поощрили лучших сотрудников за участие в раскрытии резонансных дел. Среди них речь шла и о кровавой расправе над бывшим заместителем начальника штаба областного главка МВД Андреем Гоштом и членами его семьи. Материал Павла Баймакова. Большая часть встречи полпреда Михаила Бабича с руководителями и сотрудниками правоохранительных и надзорных органов региона прошла в закрытом режиме. Обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, профилактики экстремизма и терроризма. Комментируя итоги встречи для журналистов, Михаил Бабич заявил, что слаженная работа правоохранителей и регионального правительства дала конкретные практические результаты. В Самарской области правоохранительная система отличается тем, что налажен очень высокий уровень межведомственного взаимодействия между всеми силами и структурами. То есть здесь люди не делят на свое и чужое, а здесь вместе, причем к плечу, работают на достижение совместного результата. В качестве примера Михаил Бабич привел раскрытие недавнего резонансного преступления – убийства бывшего замначальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и членов его семьи. Напомним, четверо убийц, жертвами которых стали шесть человек, были задержаны спустя всего неделю после преступления. 12 сотрудникам полиции, ФСБ и областного следственного управления СК России, действием которых лично руководил начальник управления генерал-лейтенант Сергей Солодовников, Михаил Бабич вручил благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки. Служу Российской Федерации. Кроме того, с главой региона Николаем Меркушкиным полпредпрезидента России в ПФО обсудил вопросы работы власти по решению конкретных проблем жителей области. В качестве примера ситуация с выплатой долгов по зарплате сотрудникам автоваз-агрегата. Эта задача решалась совместными усилиями. Была проведена большая кропотливая работа. В итоге сумма выплат составляет около 200 миллионов рублей. В данном случае собственники, акционеры поделились собственными доходами, собственными, скажем, финансовыми ресурсами для того, чтобы выплатить зарплатную плату людям. И это очень хороший пример, что нельзя там кидать человека в разных ситуациях. По мнению полпреда, эффект от таких своевременных и профессиональных мер еще и в том, что люди начинают чувствовать свою защищенность, доверять власти, понимают, что самые сложные, самые дерзкие, самые циничные преступления могут быть расследованы эффективно. А подозреваемые, независимо от статуса и должностного положения, будут привлечены к ответственности, заключил полпред. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. 20 мая у Ладии состоится общегородской праздник, посвященный Дню Самарского Знамени, который 140 лет назад был изготовлено монахинями Иверского монастыря для защитников Старой Загоры. Это станет одним из мероприятий в честь российско-болгарской дружбы, которые идут весь год. О торжествах говорили на встрече мэра Самары с делегацией из болгарского города. Олег Зверев тоже выслушал мнение. Побратимы, так навеки, Самара и Старая Загора готовят огромную программу празднования годовщины российско-болгарской дружбы. На протяжении всего года в Самаре проводятся мероприятия в честь 140-летия Самарского Знамени, 50-летия улицы Старой Загоры и 60-летия по-настоящему родственных взаимоотношений между двумя городами. И этот год должен открыть новый уровень межгосударственных контактов России и Болгарии. Эта тема становится центральной на встрече главы города Олега Фурсова с болгарской делегацией. Сегодня Болгарию и Россию связывают не только общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в сфере культуры, образования, промышленности и экономики. Несмотря на события, происходящие сегодня в мире, мы будем продолжать развивать дружеские отношения между нашим городом и Старой Загоры. Уверен, что найдутся и новые направления для нашего дальнейшего сотрудничества. О том, что 140 лет назад самарцы помогли братскому народу сбросить османское иго в Болгарии не забывали никогда. Заместитель мэра Старой Загоры Иван Кассатирова рассказывает, с каким трепетом сегодня в городе относятся к знамени, которое 140 лет назад вышли монахини Самарского Иверского монастыря. Оно стало одной из самых почитаемых святынь на болгарской земле. Оригинал хранится в Национальном музее, и это единственное полотнище, награжденное Орденом за храбрость. Мы отмечаем 3 марта национальный праздник Болгарии. В этот день происходит одно из самых важных событий. Мы переносим огромное знамя из центра города до монумента Самарского знамени на расстояние более трех километров. Сегодня в Болгарии, как и в прежние годы, многие говорят по-русски, а россиян в болгарских семьях принято считать братским народом. За укрепление побратимских отношений глава города Олег Фурсов вручил награды. Это почетная грамота главы города и нагрудный знак. Сегодня у наших городов не меньше общих интересов, чем 30 или 60 лет назад. Так же, как в Самаре, одной из самых красивых считается улица Старозагора, в болгарском городе есть свой самарский квартал. Мы хотим, чтобы самарцы переоткрыли вновь Старозагора, не только как город русской славы, бойной славы, но как дружественный город. И там люди, которые они будут вас встречать, как братья, как сестры. Слова Емила Христова можно расценивать как приглашение к тому, чтобы как можно больше самарцев посетили Старозагору. Ведь у России и Болгарии гораздо больше общего, чем с какой-либо другой страной. Похожий язык, одна православная вера, исторически сложившееся славянское братство. Очень много людей в Самаре могут просто в своих домашних археях найти памятные фотографии, связанные с Болгарией, то ли с поездкой в Болгарию, то ли встречи с Болгарией. И это такая вот бытовая настроенность на дружбу, она гораздо важнее любого официоза. Олег Зверев, Артем Сулайманов, события. У Самары может появиться новый туристический бренд. Молодые активные горожане решили, что не время сидеть, сложа руки и применяли уютные офисы на волнительные будни бизнесменов. Сейчас они занимаются тем, что создают сувениры с достопримечательностями столицы региона. Так что же такое бренд Самары, расскажет Мариана Мирная. Из поездок в другие города принято привозить в подарок друзьям и близким магнитики с видом той местности, где пришлось побывать. Только вот магнитик не самый практичный сувенир. Повесил на холодильник и забыл. Самарские молодые предприниматели решили исправить несправедливость. Но не просто расширить спектр подарков, а привязать их к родному городу. В Самаре, говорят, множество прекрасных памятников архитектуры и природных красот. И поэтому идея создать новый туристический бренд родилась как-то сама собой. Новый проект требует много времени и сил, поэтому ребята решили оставить скучные офисные будни и с головой окунулись в рискованное предприятие. Нам бы очень хотелось, чтобы наши майки надевали не только на дачу, но в целом мы изучили рынок и спрос. Мы опросили наших друзей, которые живут за пределами Самары. И на самом деле все очень хотят носить майки в Москве, например, чтобы помнить о том, и откуда они, и чтобы рассказать, наверное, кому-то. В Москве Кремль, в Лондоне Биг Бен, в Париже Эйфелева башня, в Самаре Теремок, пивзавод Площадь Куйбышева. Логотипы, созданные ребятами, конечно, не официальный бренд города, но до Чемпионата мира по футболу еще есть время. В любом случае, чем больше гостей Самары увезет с собой кусочек нашего города, тем лучше. Мы посмотрели список других субъектов Российской Федерации, которые уже изобретированы, ну и поняли, что на самом деле какого-то нового современного прочтения образа столетического региона, Самары, на самом деле как бы в данный момент как бы были какие-то попытки. Пока у ребят есть только чехлы для мобильных телефонов, но совсем скоро появятся всевозможные атрибуты, кепки, свитшоты, бокалы, тарелки и многое другое. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Теплосети центральных районов Самары проверят на прочность. В связи с этим с 11 по 14 мая будет временно отключена горячая вода в Самарском, Ленинском, железнодорожном районах и частично в Октябрьском. Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться под высоким давлением, потому энергетики просят горожан соблюдать осторожность. По возможности не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами, а также рекомендуют не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили. Подготовка к зиме у коммунальщиков начнется сразу же, как только закончится предыдущий отопительный сезон. А службы благоустройства в эти дни полностью переключаются на летний фронт работ по обслуживанию города. Уход за газонами, уборка и мойка улиц и тротуаров, а также покос травы. Сейчас это становится особенно актуальным, отметил первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Холодильник в подарок и шанс выиграть автомобиль. Такой приятный сюрприз к майским праздникам подготовила корпорация Кошлев для своих клиентов. За розыгрышем главного приза автомобиля Лада Веста следила и наша съемочная группа. Поймать удачу за хвост и уехать на новеньком автомобиле это ли не лучший подарок на майские праздники? Месяц назад корпорация Кошлев объявила невероятную акцию. Каждый, купивший квартиру, может выиграть автомобиль Лада Веста и множество других призов. К примеру, холодильник. Владимир Кошлев лично выбирал главный приз. Машина очень сбитая, такая прям цельная. Это просто совершенно другая машина. Очень отзывчивая руль, очень плавный ход. Мне нравится. Получаешь удовольствие от вождения. Более 500 человек откликнулось на эту акцию и сегодня они пришли с семьями, с детьми, с родственниками, полный зал. Сегодня у нас большое событие. Мы разыгрываем новенькую автомашину только что из салона. Сегодня счастливец получит ключи от новой автомашины и у него будет и новая квартира и новая машина. Жители микрорайона Крутые Ключи пришли на праздник целыми домами. Волновались и за себя, и за соседа. Организаторы держали интригу до последнего. Конкурсы, игры, подарки и выступления танцевальных коллективов приближали всех пришедших к заветному розыгрышу главного приза. И под вас аплодисменты номер 204, друзья! 204, кто? Счастливый 204 достался жителям Красного Яра Андрею и Наталье Калоярцевым. Бара купила квартиру в Кошле в проекте для сына старшеклассника и неожиданный выигрыш пришелся очень кстати. Новенький автомобиль в большой семье пригодится. Спасибо. Ну, какие впечатления. Такой выигрыш первый раз, конечно, в моей жизни случается. Но, думаю, не последний. Если все-таки с Кошлевым проектом связались, значит, это очень хорошие моменты. Ценные призы, бытовая техника, автомобили. Далеко не все, чем еще может удивить своих клиентов корпорация Кошлев в этом году. Акции и розыгрыши продолжаются. Юлия Черняева, Максим Гусев, События. А теперь пришло время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейный кубок Гагарина выставляется в Тольятти. Самара проиграла бронзовые медали баскетбольной суперлиги. Самарские теннисисты сражаются за римский кубок. Самарские теннисисты сражаются за кубок в открытом чемпионате Италии. Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого раунда римского турнира. Она проиграла Анне Иванович из Сербии дважды с одинаковым счетом 4-6. А вот Дарья Касаткина сыграла с Каролиной Плишковой из Чехии. Более удачный результат по очкам такой же, но только в пользу Касаткиной 6-4. Соперница Самарчанки во втором раунде римского турнира определится после матча румынки Моники Никулеску и колумбики Марианы Дуки Марина. Баскетбольная Самара финишировала в одном шаге от бронзовых медалей Суперлиги. Серия до трех побед с Пермской Пармой началась в Самаре. Тогда соперники обменялись победами, а вот игра в гостях у волжан не удалась. Итог. Два подряд поражения. 74-86 и 66-86. В прошлом году Самара заняла пятое место. В этом сезоне серебряной медалью у Темпа из Ревды чемпион Суперлиги команда Сахалин. Они победили в золотой серии со счетом 3-1. Куба Гагарина главный клубный трофей континентальной хоккейной лиги впервые приехал в Тольятти. Увидеть его можно в среду в Лада-Арене с 5 до 7 вечера. Презентует его тольяттинский голкипер чемпион мира и двухкратный обладатель почетного трофея в составе магнитогорского металлурга Василий Кошечкин. Все желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина и взять у Кошечкина автограф. До этого в Тольятти побывали Кубок Стэнли и Кубок Мира. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok